друзья всем привет вы на моем канале 30 плюс с аленой и сегодня мы с вами говорим с медицинским нутрициологом психологом про очень простую вещь это хроническая усталость анализы которые позволяют понять почему что-то происходит сегодня смотрела одну свою любимую диетолога от которой была просто в шоке от ее рекомендаций и захотела снять вам видеоролик мне как всегда видеоролики в ответ великим великим учителям которые действительно часто просто просто рассказывают что-то сегодня говорим про хроническую усталость и как понять почему мы испытываем дефицит энергии хроническая усталость и откуда она берется конечно наиболее самый простой момент дефицита энергии это жесткое ограничение калорий или какого-то одного источника нутриентов белки жиры углеводы либо минералы и витамины либо их неусвоение то есть у меня например есть такая история я очень люблю кофе и знаю что им запивать нельзя и все равно это делаю то есть то есть это тоже такая серьезная проблема недостаток свежего воздуха например я консультирую там 8-10 часов до по питанию нутрицептиком и образу жизни и не выхожу это риски для здоровья другой момент дефицит железа это утомляемость и бывает нет дефицит железа дефицит b12 фолиевой кислоты железо мы оцениваем конечно по параметрам ферритин сывороточное железо насыщенности в общем насыщение трансферина но об этом я потом вам расскажу причины дефицита это рацион проблемы с кишечником и знаете мне сегодня было так смешно слушать диетолога которая говорила о том что нет истории протекающего кишечника нет истории синдрома дырявого кишечника наверное наверное многим не дают эти знания и они не приквалифицируются и об этом как бы не знают что действительно проблемы с кишечником проницаемость кишечной стенки это реально существующая вещь с мальсорбацией проблемы со всасыванием питательных веществ то есть мы с вами понимаем все эти вещи очень серьезные другой момент хронические кровопотери дефицит b9 снижение функции щитовидки дефицит витамина d и нарушение работы печени хочу сказать что все эти вещи они приводят к хронической усталости и позволяют понять почему мы испытываем дефицит энергии и если есть дефицит железа да или проблемы с кишечником какие проблемы с кишечником у кого это конечно все решается потому что сегодня опять же слушала ее да и она рассказывала о том что да какие там проблемы с кишечником ешьте все разнообразно ешьте больше овощей больше больше приходите ко мне ко мне в группы по коучингу я вас похудею я вас все сделаю и мне хотелось просто посмотреть и сказать ну вы же доктор вы же эндокринолог вы же диетолог ну как зачем вы так говорить что можно все и не надо разбираться с мальсорбацией нет такого и сидела знаете слушала и и молчала так вот ребята наиболее вероятные причины хронической усталости это те дефициты которые я назвала плюс снижение не щитовидки плюс какие-то стрессовые моменты плюс дефицит арка вот и все если есть вопросы то пожалуйста ответьте я с радостью вам напишу yapıyorsun выпить сэмпи пут拜拜 пух GOD